Примерно 2-3 часа ночи я просыпаюсь от того, что на моем теле я чувствую что-то, я ему сказал, «Сынок, я хотел быть врачом». Он говорит, «Слушай, вот это да, но врачи-то лечат, а ты исцеляешь». Ты круче? Да. Самое главное, самое оптимистичное – это то, что Бог сам следит за тем, чтобы это движение совершалось. Я ухожу или я умираю? Я был в твоей шкуре, и я все прошел, я прошел лично все круги ада, я видел, я был в этом, но Бог спас меня, Бог исцелил меня. Приветствуем вас в программе «Личное признание». С нами сегодня пастор прекрасной церкви в городе Саратов. Слово жизни пастор Сергей Маринин. У него интересная, глубокая, необычная судьба и свидетельства. И он прошел и через нелегкие испытания, его супруга, супруга человека, который находится в служении исцеления, тоже ушла к Господу. Это человек, которого я знала во многом по рассылкам, рассылкам о конференциях пробуждения, с посещениями выдающихся ярких божьих людей, служителей, людей, которые движутся в помазании, в огне, в любви. И ваш город, он был таким и есть, я верю, местом посещения Богом людей. И вы один из проводников этого движения, этого служения. Мне было очень приятно познакомиться с вами полтора года назад, как раз когда я узнала о том, что буквально недавно ваша супруга ушла на небеса. И у нас сейчас есть возможность спросить вас, как вся эта история началась, ваша история, как вы, пастор церкви, сейчас вообще встретили Бога в своей жизни. Где он вас настиг, где вы настигли его? Да, спасибо большое. Тоже очень рад нашему общению, знакомству. Уверовали мы, когда нам было уже в зрелом таком возрасте, я уверовал, когда мне было где-то 31-32 года. И до этого, конечно, была такая среднестатистическая, как говорят, жизнь. А в то время мы выросли на улице. И в школе даже, когда я учился, все было достаточно неблагополучно. Я поменял несколько школ из-за того, что учителя, как они говорили, не могли справиться с моим поведением. Я помню, когда я пришел в первый класс, у меня было лет 7. Первая моя учительница, я ее очень хорошо запомнил. Она была такая уже в преклонном пенсионном возрасте. Она мне сказала, что Сергей Маринин, из тебя ничего хорошего не вырастет. И ты умственно отсталый человек. И с этого момента я сказал себе, я сказал своим друзьям и всему окружению, тогда, кто окружал меня, что школа – это не для меня. И я перестал в нее ходить. И вот так, по истечению какого-то времени, мне пытались дать справку о том, что я заканчиваю 8 классов. И действительно, я умел, может, почитать и писать. Но что касается программы, я, наверное, сильно отставал. Потому что вся моя жизнь получила такое следствие. Мимо школы. А, да, мимо школы. И благодаря моему тренеру, который с того уже возраста он как бы вел и был мне как, наверное, второй отец. Потому что мои мамы и папы тоже были не совсем благополучные люди относительно. То есть, как бы вот того, как принято считать. Папа выпивал. Мама всю жизнь болела. И родителей я мало, ну, как бы видел в своей жизни. Где-то с лет 11-12 я оказался на улице и был предоставлен сам себе. Ну, в смысле, приходили домой ночевать? Да, я приходил, мог уходить на неделю, в летний период, на все лето. Ну, то есть, как бы жизнь на всю катушку, в кавычках. Когда нам было по 15-16 лет, я познакомился со своей будущей женой. Вот. И это произошло в кафе. Я был с друзьями. И когда я увидел эту девчонку, я сказал своим друзьям, и это достаточно так странно вообще для меня и для этого возраста, там, в 16 лет сказать своим друзьям, это моя жена. И когда я начал ухаживать за ней, она никак вообще не воспринимала и не принимала, потому что она достаточно из другого, как сказать… Круга. Да. И она училась в школе, и все вот по этим параметрам было все нормально. И я ей не понравился из-за того, что я вел себя и имел такое поведение. Но, тем не менее, я сказал и сделал, и где-то с 17 лет мы начали дружить, жить. В 18 лет мы поженились. Только-только она закончила школу, да? Да. Да. И получается, вот так началась наша судьба. И через какое-то время… Очень рано, конечно. А вы ровесники или… Она… Да, почти ровесники, она полгода постарше. Угу. Вот. И жизнь шла своим чередом. Она поняла, кто я на самом деле. Не сразу, да? Не сразу. Она догадывалась. То есть вы создали картинку такую более благополучную? Ну, наверное, может быть, неосознанно. Но когда мы стали близки, и она увидела конкретно, чем я занимаюсь моих друзей, и она стала очень сильно переживать и говорить мне, что это не моя жизнь, и я не смогу жить вот так. И я ей говорил, что это твоя жизнь, и я всегда был таким человеком для своих друзей, для своей семьи, если я сказал, то это как закон, и все об этом знали. И получается, где-то к 30 годам я стал себя плохо очень чувствовать, вот. И через какое-то время я узнал, что моя жена уверовала, моя мама уверовала. Они какое-то время скрывали от меня, потому что я был достаточно жесткий человек, и они боялись, какая реакция, что я мог запретить, как мне потом жена рассказывала. Вот. И когда я заболел, а в жизни я не был алкоголиком, я не был наркоманом, вот, но тем не менее вот настигла эта проблема, и когда у меня все это началось, я не обращался к врачам достаточно долгое время, пока сами даже мое окружение, друзья, они всполошились и просто взяли меня и отвезли в больницу к знакомым врачам, и когда меня обследовали, то мне начали говорить, что поздно, что, ну, много уже такой рецидив, проблемы с печенью, то есть поставили диагноз цирроз печени, вот, я не знал, но какое-то время уже страдал и перестал уже накушать то, что едят обычные люди, я сильно похудел, вот. И когда поставили диагноз, врач мне сказала, что, конечно, тебе нужна прямо сейчас экстренная помощь, вот, чтобы вывести из этого состояние, потому что, когда они увидели анализы, они сказали, ну, промежду там, вот, в свое... Критическое состояние. Да, критическая такая была уже ситуация. А я был вот такой, какой я был, когда она мне рассказывала, вот, о том, что надо сейчас, что можно, что не можно, я сидел... Что надо, это в духовном смысле? Нет, это врач с медицинской точки зрения, что она говорит, я смотрю, ты финансово обеспеченный, сейчас ты здесь полежишь, вот, в этой клинике я тебе дам адрес, поедешь в Москву, тебе, ну, с этими вещами, то есть, как бы, живут, вот. Но когда она мне все это рассказывала, я понял, что я инвалид, и тот образ жизни, который я вел, он просто, ну... Несовместим. Несовместим вот с этими вещами. И я тогда внутри слышал голос о том, что я не буду так жить, и есть вот какая-то поговорка, я ее не очень помню. Я тогда услышал такой голос, что я лучше, ну, то есть, напьюсь кровью, чем я 300 лет буду падалью питаться, то есть, как бы, вот. И я сказал ей, что я в больницу не буду ложиться, и я спросил ее, а сколько, вот, если ничего не делать, никак не вмешиваться, сколько я проживу. Она была очень сильно удивлена, к чему это вообще разговор, то есть, она не ожидала даже вот такого направления мысли. И я говорю, давай мне там свои таблеточки, там что-то, ну, это знакомая была врач, она мне дала какие-то вещи, какую-то бумажку с каким-то рецептом. И я пришел к своим друзьям, и я сказал то, что вот есть какое-то время, мы могли бы сейчас, ну, я там на своем языке, вот. Вот, и мы поехали в Москву, и через несколько уже месяцев меня друзья сюда везли на носилках, потому что я сказал своим друзьям, что умирать я буду в своем городе, вот. И вот в таком состоянии меня привезли, и вот к тому времени моя мама, она уже была верующая. Причем так интересно, мы жили много лет, буквально там в 200-300 метров от здания церкви, и я не знал, что это такое. Это была евангельская протестантская церковь, в которой я сейчас нахожусь, вот. Вот, и когда мама мне сказала о том, что тебе нужен Бог, и сказала о том, что твоя жена верующая, я уже что-то начал замечать. И тогда моему сыну было 13 лет, и он тоже уверовал, причем первый. Вот, привел маму. То есть он первый потом? Да, он пришел в эту церковь, они гуляли с друзьями, и там какое-то было евангельское мероприятие, приглашали детей, и вот он попал на это мероприятие, родился свыше. Приходит домой, и маме начинает рассказывать об этом, обо всем, она была реально, ну, очень сильно удивлена, вот. И обеспокоилась очень сильно, куда попал ее ребенок, и когда пошла посмотреть, посмотреть, куда он попал, она тоже уверовала, уверовала, и так пришла моя мама, вот. И они стали мне говорить о Боге, но я... Не слышал, не слышал. Я, конечно же, не слышал, и мне это не нужно было, потому что я был уверен в том, что мужчина не может обращаться к Богу, что... Это слабость. Это ущербность, это удел, там, может быть, пожилых людей, женщин, но вся моя жизнь, она была построена вообще на других принципах, и я никак не мог даже ментально вместить это. Это не мой внутренний мир, но вот это состояние здоровья, и, конечно же, молитва моей жены, к тому времени она уже какое-то время была верующая, и вела себя очень мудро, не наставляла о том, что я должен или не должен, просто продолжала меня принимать такой, какой я есть, и мы любили друг друга, как понимали это. В один прекрасный день она мне сказала о том, что пошли в церковь, хотя до этого уже говорила много раз, но я как бы отвергал эти вещи, и я спокойненько... Приехали друзья, я помню этот день прекрасно, я собирался уезжать со своими друзьями, и вдруг я сверхъестественным образом ставлю свои вещи, чемодан, сумку... Хотя вы на носилках вернулись домой, но вам стало лучше дома. Да, я приехал и здесь вот, в Лоне, то есть как бы опять покоя, там мы, то есть как бы по полной зажигали, как говорится, а когда... То есть вы поехали в Москву не лечиться, вы поехали по своим... Поехал со своими друзьями. Чтобы просто нагуляться, как бы... Я даже не хочу об этом рассказывать, то есть как бы вот, такой род деятельности, вот, к сожалению, я был и в федеральном розыске, то есть как бы вот, и череда таких событий... Чтобы знал, глядя на такого скромного пастера. Вот, и получается, что когда я сюда приехала, оказался дома среди семьи, жена, и какое-то время вот... Стало лучше, да, правда? Да, и получается, и вот я оставил вещи и пришел в церковь, и я и хотел, и не хотел, это такое вот парадоксальное какое-то состояние, Когда я зашел в церковь и началось прославление, у меня реально начались проявления. Я тогда не понимал, что происходит, у меня сковывало мышцы, мне стало физически так плохо, и меня стало все раздражать. Вообще все эти люди, то, что происходило на сцене, я ничего не понимал, я был шокирован, что это вообще церковь, что так все странно. И посередине... И я сказал жене, что я сейчас уйду, я не могу это терпеть, я стал весь мокрый физически, просто от пота с меня лилось. Это сейчас я понимаю, что происходило, это вообще демонические проявления. Вот, и она встала на колени прямо во время прославления, схватила меня за рука, за руку, говорит, я умоляю тебя, ради меня останься, вытерпи. Как будто она что-то знала. И посередине проповеди, которую я вообще не слышал, не понимал... Все уходило в борьбу, вот в эту, да, просто остаться? Да, мне просто тупо просидеть. И на середине собрания проповедник останавливает собрание и говорит, я чувствую то, что здесь есть люди, которые нуждаются в освобождении и исцелении. Вот, и вы можете выйти вперед. И я даже не слышал, я даже не понимал, о чем, что это значит, выйти вперед. И вот здесь началось что-то. Здесь началось что-то. Все встали, и сотни людей, как обычно, стали выходить вперед, но я не хотел. Очень сильно я не хотел идти вперед. Но мои ноги сверхъестественным образом начали нести меня. Мое туловище, верхняя часть, реально сопротивлялось. И я слышал внутри голос, беги отсюда, посмотри на этих людей, это не твой мир, просто дьявол, он кричал. И вообще такая борьба была. Но ноги сверхъестественным образом. Я шел вот так вот, как я не знаю. И я вышел вперед, не понимая ничего. Пастор говорил о Иисусе, о крови. Это так далеко от меня. Я просто закрыл глаза и думал только об одном. Закончилось бы это все побыстрее, провалиться бы мне сквозь пол, лишь бы кто-то не увидел из знакомых. И вот в этом состоянии я находился какое-то время. Закрыл глаза просто, и какие-то люди просто начали подходить и молиться за людей. Кто-то возложил несколько раз на меня руки. Я вообще ничего не почувствовал. Хотя в то время я выглядел достаточно очень. Я был худой, у меня печень торчала, температура. Много месяцев. Была 37, она никак уже не сбивалась. Я ничего. Я мало кушал, и кушал только что-то специальное. Вот в таком состоянии я стоял. И когда возложили руки, я ничего не почувствовал вообще. У меня была паясывающая боль. Но когда все это закончилось, и мы выходили на улицу с женой, я был уверен. Я был уверен в том, что что-то со мной произошло. Хотя еще была боль, я чувствовал вот это состояние дискомфорта. Но я был уверен, что я знаю, что я знаю, что Бог исцелил меня. Я не принял его, я не принял Христа, но просто сверхъестественным образом я получил это знание. Вот так тоже бывает. Да, и я сказал об этом своей жене, она летала как ангел. Она знала об этом, она чувствовала это, что на этом собрании что-то произойдет. Когда мы пришли домой, она накрыла стол. И когда я увидел пищу, борщ, котлеты с картошкой, какие-то соленья. Первый раз за много-много месяцев я почувствовал аппетит, сверхъестественный аппетит. И я набросился на эту еду. Я стал есть, я до вечера не мог наесться. Я ел, ел, и ничего со мной не происходило. Часами кушал. Да, никакого приступа, никаких проблем со здоровьем, никаких скорых помощей. И в этот вот как раз момент я понимал, что Бог исцелил меня. И жена тогда, она мне сказала, послушай, тебе нужен Бог, тебе нужно обратиться к Нему, тебе нужно идти в церковь. А я сказал, нет. Я сказал, нет. Я говорю, да, Бог есть, Он что-то сделал, но это не мой мир. Да, Он прикоснулся физически, но Он не коснулся моей души, моего духа. И она очень расстроилась. Я помню, она стала плакать, потому что она понимала, что в Библии же написано, вы помните, что с семерыми может вернуться все, если человек не наполнится Богом. Но я не рассказал предысторию, которая была за неделю до этого освобождения и исцеления. Прошла неделя, и это было так. Это предыстория. Моя жена попросила неделю назад, до этого события, вечером просто по дороге заехать к ее знакомым и передать что-то. Я говорю, ну, хорошо, давай заедем. Заезжаем в эту семью, и я оказываюсь среди верующих людей. Это молодая пара, и парень оказался, скорее всего, таким ярым евангелистом. И сейчас я уверен в том, что это было все задумано и продумано заранее. И этот евангелист, он начал мне проповедовать, молодой парень. И кроме раздражения, я ничего не чувствовал. И даже где-то грубо я его обрывал, потому что я презирал верующих людей тогда. И я, остановив его на полусловие, я ему тогда сказал, послушай, к чему, от чего, где я это взял? Я ему сказал, послушай, вот если бы твой Бог меня исцелил, я не просто бы сейчас говорил что-то языком, бла-бла, а я бы служил ему. Я бы закончил ваши библейские школы. У меня уже какая-то информация была. И я резко встал, и мы ушли, просто проклиная этого парня. И через несколько дней после этого случая я попадаю в церковь, где принимаю исцеление. Мимо воли, получается, где-то, да? Да, принимаю исцеление. И после этого исцеления, когда я говорю своей жене, что я не приду в церковь, она расстраивается и идет день за днем. Проходит еще несколько дней. И вот этот момент я запомнил на всю свою жизнь. Это было ночью. Примерно 2-3 часа ночи я просыпаюсь. И я проснулся от того, что на моем теле я чувствую что-то. Даже волосы на моем теле, они вошли в какую-то некую вибрацию. И я проснулся от такого переживания страха. Но это был не животный страх, не какая-то внутренняя паника. А это то, что никогда не было мне знакомо. И я проснулся от этого состояния, и я услышал голос. Я услышал голос, и я был уверен в том, что пришел сам Иисус. И мы общались с Ним. И первое то, что я почувствовал, увидел, услышал, я увидел себя в Его сердце. И это необъяснимо со всей своей жизнью, со всем своим организмом, со всеми своими внутренними органами. Я увидел себя. Это было необъяснимое переживание в Его сердце, внутри, так глубоко и так сильно. И Он сказал мне тогда, послушай, сынок, ты всю свою жизнь держал слово перед людьми, которые окружали тебя. Но когда ты сказал о том, что если бы я исцелил тебя, и ты бы служил, ты не сдержал это слово. И я вспомнил тот разговор с этим парнем, с этим евангелистом. И Он напомнил мне это, Он мне показал это. И это был мой момент покаяния. Я упал, и я просто несколько часов рыдал. Я помню, как вот все это, то, что было подо мною, оно было мокрое от слез. Я никогда так не плакал. Я никогда не видел столько слез. И так интересно, что я рыдал настолько, что у меня горло, связки, они стали... Осипли? Да, их стало ломить. А в этой комнате спала моя жена в этот момент, когда я кричал, когда я плакал, когда я разговаривал с Христом. Она спала. Это было так сильно, как бы, что... Это было на физическом уровне. То есть это было громко, это было прямо очень-очень экспрессивно. А она спала. Тоже сверхъестественный сон, получается. Да, и когда все это закончилось, когда закончился вот этот импульс, вот этот порыв, мое покаяние, я подошел к кровати, это было в одной комнате, и очень легко прикоснулся к своей жене. И она проснулась мгновенно, вот от этого состояния ее накрыло, вот это состояние, эта энергия, эта сила присутствия, да. Она вскочила и без разговоров стала плакать. И мы до восьми утра с ней просидели, вот знаешь, как на жердочке, на кончике кровати, и мы просто держались за руку. Вот мы молчали в этом присутствии. И такой мир, такие радикальные внутренние какие-то вещи, мы вместе переживали. И вот с того момента я понял, что Бог мой отец. Так я родился свыше. И свыше родилась семья. Да, в этом состоянии я пришел в церковь, как очень такой радикальный человек, такой я так хотел. Первые несколько месяцев я даже не молился, я кричал к Богу. Я кричал к Богу, и каждый раз я переживал вот это состояние, в котором я практически не выходил. Это было так изумительно, это было так удивительно. Ничего подобного до в жизни не было никогда. Вы, наверное, даже не представляли, что вообще это можно переживать. Нет, нет. И даже после этого я ничего подобного не переживал вот так. Были разные состояния, разные видения. Но вот тот момент, он был настолько ключевой. И я понимаю, что в тот момент Бог очень сильно работал со мной, и что-то было посеяно, что я до сих пор, скорее всего, пожинаю. И получается, что когда я кричал вот эти несколько месяцев, даже моя жена, она останавливала. Не выдерживала интенсива такого? Она даже где-то пугалась, что происходит со мной так ревностно. Я кричал к Богу. Это не была молитва, это был крик, это был зов. И он заключался в одной идее. Бог, я хочу знать Тебя максимально. Я хочу знать Тебя по максимуму, какой Ты есть на самом деле. Я не хочу никаких полумер, я не хочу никаких полоборотов. Я хочу по максимуму узнать Тебя, какой Ты. И снова была встреча с Иисусом. Это было ночью, через несколько месяцев после моего покаяния. И он мне очень четко проговорил две вещи. Я хочу, чтобы Ты служил мне. И я хочу, чтобы Ты оставил то, что вот тот род деятельности, вот те финансы. Да. И для меня это было очень радикально. И я сказал Богу «да». И я стал настолько, все это радикально и быстро происходило в моей жизни, что десятки друзей, они очень сильно удивлялись, что происходит. И я стал избегать встреч с моими друзьями. Я не знал, как себя вести. Я все, что происходило, меня шокировало уже. Вы же выросли с ними, получается, да? Да, это мои друзья. Семьи, один из тебя. Очень близкие, да. И я прям шифровался реально. Они меня искали. Я был завязан на каких-то моментах по роду деятельности. Необязательства, да? Да, это было очень странно. И я попросил Бога, ну, помоги мне. И пришла идея. Я уже был в церкви, в такой активной позиции. И пастор, старший пастор, он сразу как-то привлек меня к себе. Там начал заниматься со мной ученичеством. Там мы стали общаться. У нас стали такие близкие дружеские отношения с ним. И однажды я получил вот это откровение, такое слово, что я должен позвать всех своих друзей в церковь. Я подумал, как я это сделаю вообще? Это невозможно. Это настолько много людей, которые где-то не пересекаются, но они все завязаны. То есть есть ядро близкие, но есть определенный социум. И я подумал, как я их соберу? Это такие далекие люди вообще. Я был в шоке. Но мне Бог сказал. Я пришел к пастору, я говорю, слушай, у меня слово от Бога – собрать всех друзей. Он говорит, хорошая идея. Я не знаю, как ты это сделаешь вообще. И у нас был там в церкви такой приятный банкетный зал. И мы подумали, что мы их всех здесь разместим, накроем столы. И мои друзья в церковь, они включились вот в этот процесс. И уже друзья пасторы, с которыми я уже имел какие-то отношения с разных городов, я подумал, я позову их на это мероприятие для того, чтобы мы свидетельствовали, чтобы мы служили этим людям, потому что это необычные люди. И я подумал, как я их соберу. И мы с женой только около месяца писали пригласительные, знаешь, вот как на свадьбу пишут. Вручную, персональную. И я подумал, ну это еще тогда то время, не было тех коммуникаций, вот. Были такие большие телефоны, я помню, смешные. И мы писали с женой вот несколько недель. И я должен был каждому прийти и лично вручить, и позвать, сказать о том, что вот приходите в это место, и я что-то скажу. Потому что все они терялись в догадках, в слухах, всякая дезинформация. То есть вы с ними были около 20 лет, чуть меньше, 17 где-то, да? Да, да, с кем-то меньше, с кем-то больше. Больше полжизни. Да, и я каждому из них пришел и вручил. Я сказал, ты должен быть на этой встрече. Я боялся, вот, как примут люди, как вообще. И придут ли. Не будет ли взрыва такого, да? Да, да, потому что, ну, очень странно все это. Потому что вы знали, как вы бы отреагировали, может быть, да? Да, потому что несколько из них уже попадали. Я приглашал в церковь, и один из них, он пришел и сказал, Сергей, я просто не представляю вообще, вот просто не представляю, как ты мог оказаться посреди этих людей. Что они с тобой сделали? Он просто был в шоке вообще. То есть он говорит, я не могу. Или это как обычно, я уже слышал подобные свидетельства, как будто люди говорят, что, ну, послушай, ты что-то задумал, это какая-то схема вообще. Многоходовочка. Да, 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 вот. И они не верили по-настоящему, вот эти несколько друзей, которые пришли. И вдруг я хочу пригласить всех. И люди, которые вокруг меня, они, ну, некоторые смеялись, они не верили, что, ну, это ерунда какая-то. То есть ты здесь годами кого-то молишься и ждешь, чтобы пришли кто-то из друзей, из родственников, а ты хочешь собрать всю эту братью здесь. Ты что, ну, это вообще как в кино. Ну, как бы индийский фильм какой-то, как шутили. То есть вот, но, получается, вот настал этот день, и, конечно, я очень волновался. И мы это мероприятие назначили на 7 часов. И вот полседьмого, я знаю, что такой мандраж, и никого, такая тишина, столы накрыты. Люди приготовлены, ожидали. Люди приготовлены, там что-то такое. Организация такая была. Вот, и получается, без пяти, семь, никого. Вообще никого. Ни одного. А у нас перед церковью огромная стоянка. И так интересно, наше здание и здание УВД. Прям стена к стене вообще. Вот. И такое многоэтажное здание. И вот эта стоянка, она УВД-вская вообще. И на ней несколько машин стояло, вот, в то время, 7 часов вечера. Вот. И я в таком разочаровании думаю, вообще, хоть бы один, что такое. Я прямо к Богу обращаюсь, я говорю, это что, прикол был? Я столько потратил времени, нервов, я сейчас в стрессе. Я же от тебя принялся. Да, я был уверен, что это твое слово, что это за шутки. То есть, как бы, вот. Я начал выговаривать это все Богу. Подошел к пастору, к друзьям. Я говорю, все, мне надо, я сейчас уйду отсюда. То есть, я вот в сердцах так. И я выхожу в фойе церкви. И я выхожу вот на эту стоянку, главный вход церкви. И это ровно 7 часов. И что я вижу? Я был ошеломлен. У нас центральная там очень такая вот крупная улица. Одна из городских, вот, где наша церковь находится. Она в центре города. Вот. И получается такая она трехполосная, широкая такая улица. С одной стороны, с другой, шесть полос. И что я вижу? Состоянки видно, что с обоих сторон потоки машин. Вот, как кортежи. И они поворачивают вот на эту стоянку. Причем в одно время. И люди... Синхронно, да? Синхронно в одно время. С разных мест. И... Ну, это очень странно. И очень сверхъестественно. Я стою на этой стоянке. И вот этот поток машин заполоняет всю стоянку. Места не хватает. Машины начинают заезжать. Там начинается... Вот у нас там немножко частный сектор. Они все это заполоняют. И я стою просто. И вот этот поток, они вот с машин вылазят. Они прибывают, прибывают. Да, да. И вот этот поток идет прям к главному входу. А я стою. И это было очень сверхъестественно. И таким образом почти все, там, за неимение нескольких человек, они пришли на это собрание, где я свидетельствовал. А сколько это было? Человек 100? Да. Это, да, может быть, где-то... Даже вот где-то около 100 человек, да. Это было очень сверхъестественно. И когда я призвал принимать Христа, больше 70 человек, они вставали и принимали Христа. Это было самое удивительное собрание в моей жизни. И со многими из них мы сейчас поддерживаем связь и имеем отношения. Вы рассказали им свою историю, что с вами произошло. Я рассказал им свою историю, как я принял Христа, то есть буквально, дословно. О посещении, да, об исцелении, об обещании. Да, да, да. Это было очень сильно. И я очень благодарю Бога, что вот это происходило в моей жизни. И Бог исцелил меня. И с этого момента я просто понял, что Бог исцеляет. Его любовь, она вот проявляется таким образом, вот что Евангелие – это есть его исцеляющая любовь. На всех уровнях. Это может быть тело, это может быть душа, это может быть любая сфера. Он хочет исцелять. Евангелие, оно проявлено то, что… Тем более, наверное, самая распространенная проблема в мире или атака вот этих демонических, дьявольских сил – это болезни. Сегодня очень сложно найти здоровых людей в мире. Это патологии, это столько вещей. И я… Врачи как бы известно шутят, что нет здоровых людей, есть недообследованные, потому что они уверены, что есть копнуть чуть-чуть больше с виду здоровых и вроде бы общие анализы, что человек здоров, но тем не менее. Да. На тот момент я понял, что Бог есть исцеляющий. Я… Никто мне не рассказывал об этом. Я лично вот на своей жизни это пережил. И так смешно, когда я пришел на первую домашнюю группу, это было вот буквально, как я уверовал, как я исцелился. Я не помню, сколько там, даже не месяцев, а дней прошло. Я попал на такую домашнюю группу, где собрались одни бабушки. И я где-то там сел в уголке, и они стали молиться, вот как на домашней группе все это происходит. И там они начали молиться за нужный друг друга. И одна бабушка, она попросила других помолиться за нее, чтобы завтра, на следующий день она должна ложиться в больницу для того, чтобы попасть на диализ. Это вот специальная система, которая поддерживает работоспособность почек. Чай, почерк, почерк. Да, да. И чтобы она попала без очереди, что вот она стала рассказывать, там вот одна эта машинка, и вот кладут меня очередной раз в больницу, надо несколько недель лежать, ждать там что-то. А я в углу сижу, и мне так было странно. Я думаю, а что они не помолятся за исцеление? То есть они сейчас собираются молиться за очередь в какую-то там эту машинку. Мне так было странно. И я вдруг из этого угла так говорю, я говорю, бабулечки, а может быть нам возложить на нее руки, чтобы Бог исцелил эти бабушки? Ой, да, что это мы, то есть как бы, что это с нами? То есть правда, давайте молиться за исцеление. Они все возложили руки на эту старушку, и когда она пришла на следующий день в больницу, у нее были абсолютно здоровые новые почки. Вау! Эта бабушка до сих пор бегает в нашей церкви. Ну да, совсем старенькая. С новенькими почками. Да, и вот так я понял, что Бог исцеляет, и Он начал показывать разные чудеса. И я понял, что это мое призвание. Тем более, когда я был маленький, мне было 6-7 лет, я много видел снов о том, что я хирург, и я делаю операции. И я до сих пор помню эти сны, я помню лица в этих снах, я помню, какие я делал операции, я помню, как люди конкретные подходили и благодарили меня за то, что я помог им. И я всю жизнь хотел быть врачом. Но так как вот... Она сложилась таким образом, да? Таким образом, что я правда, я правда стал врачом. А недавно мой сын... Ну, как недавно, когда ему было лет 8, мой младший сын, мы разговорились, и он говорит, папа, я его спросил вначале, о чем ты мечтаешь сейчас? Он мне начал рассказывать. Потом он меня спросил, папа, а о чем ты мечтал, когда тебе было 7 лет? Я ему сказал, сынок, я хотел быть врачом. Он говорит, слушай, вот это да, но врачи-то лечат, а ты исцеляешь. Ты круче. Да, и это меня так... Это прям... Да, это были слова от Бога. Вот, и я очень, я очень хочу помогать людям таким образом. Я чувствую о том, что любой, каждый рожденный свыше человек, он имеет вот эту потребность действительно исцелять, прикасаться к нужным людей. Мы сегодня являемся этими небесными курьерами, которые несут эти чудеса. И вопрос не только в дарах исцеления, чудотворения, дарах веры. Это в том, что в нас Дух Иисуса Христа, и мы имеем эту потребность. Каждый из нас. Просто она закрыта. Просто мы атакованы. Мы атакованы, как церковь. Сегодня, к сожалению, в церкви люди болеют точно так же и умирают точно так же, как люди в мире. И сегодня для всех нас это большой вызов. Что мы будем, как церковь, как тело Христа, делать с этим? Один человек ничего не сделает. Но если бы мы поняли, если бы церковь сегодня была озарена, что Бог исцеляет, что Бог — это не прерогатива отдельных людей. Это вызов для всех нас. Я в этом уверен. Я в этом тоже уверена. И, знаете, я верю, что когда мы в свою меру движемся, тот огонь, которому мы не даем погаснуть в наших сердцах, он согревает атмосферу, место, где мы находимся, наших близких, продолжает влиять дальше. Мы думаем, что мы делаем то, что в наших силах, но на самом деле этот пример поддерживает других людей. И меня очень захватила информация с конференции молитвенной, которую я услышала. Это было служение, отмечающее 20 лет своей деятельности. Примерно 20 лет они начинали в 1996 году, отделившись от церкви, чтобы служить Богу поклонением и молитвой 24 часа в сутки. И они начали там с вагончиков таких, в которых они жили и поклонялись Богу. И это была уже несколько тысячная церковь спустя 20 лет. Проводили конференции тоже 24-25 тысяч человек для молодёжи. И они говорили, что в самом начале, в конце 90-х, они проводили исследования по всему миру. Было не больше нескольких десятков церквей, служений, которые молились 24 часа в сутки. Спустя 20 лет огонь покрывает землю. Этого, конечно, ещё мало, чтобы сказать, что вся земля в этом духовном молитвенном огне. Но удивительно то, что человек не может сам пробудить этот огонь. Просто на протяжении 20 лет уже виден духовный плод работы Святого Духа, который зажигает и трансформирует жизни людей. И для меня эта картинка, этот образ, эта информация стала большой-большой поддержкой понимания скрытой, невидимой работы, которую проводит Господь. И в том числе пробуждая русскоязычную церковь, русскоязычных людей. То, как вы рассказывали сейчас, мне тоже видится, что Бог возжигает этот Дух в людях, соединяя их с собой. И этот Дух, он становится действительно источником, но мы помним, что праотцы, они все искали воду, они копали источники, источники, которые давали жизнь, которые давали воду, и враги забрасывали эти источники камнями. И мне кажется, что наша жизнь, как людей обычных, она действительно немножко похожа на те источники, которые забиты камнями, мусором, глиной всякой. Но когда Бог запускает опять вот этот родник в нашей жизни, может быть, он не идёт так легко, этот источник, но задача церкви в том числе, благодаря пониманию, что происходит, повышать этот градус, снаряжать людей, которые бы служили многообразно, душам людей, для освобождения от болезней, от душевной, духовной боли, от тех проклятий. Ведь не так просто, на самом деле, понять глубокую, тонкую душу человека. И сам Господь, Он знает. А мы как бы учимся слышать Его голос и исследовать Его водительство. Не всегда мы ясно слышим, иногда мы своими предположениями замещаем Его водительство. Поэтому есть на этом пути ошибки, но самое главное, самое оптимистичное, это то, что Бог сам следит за тем, чтобы это движение совершалось. Я хочу Вас спросить, знаете, обычно у меня один из традиционных вопросов, как бы Ваши пожелания, может быть, наставления. Советовали ли Вы своему старшему сыну, как ему выбирать подругу, спутницу, на что Вы его ориентировали? У нас это было так очень незатейливо. Он однажды пришел и это в церкви была конференция молодежная. И он пришел и говорит, папа, я встретил девочку. И как ты думаешь, она мне очень понравилась. И он сразу, он тоже такой товарищ. Решительный. Да, решительный, похож на меня. Он говорит, я бы хотел жениться на ней, она вот из другого города. А девочка знала об этом? Да. Он подошел к ней, они познакомились. Ну, конечно же, он сразу же не стал говорить о женитьбе. Но вот он просто, я просто вспоминаю, как это у меня было. Я увидел, и я понял, что это моя жена. И вот это, в принципе, те же примерно чувства, то есть как бы и события разворачивались. Вот как бы по такому сценарию он пришел и сказал, рассказал об этой девочке. Вот. Я спросил, у тебя есть ее фотография? Он говорит, нет. Тогда я его спросил, она красивая? Он говорит, да, очень, папа, она красивая. Ну, тогда женись. Это важно. Вот. И самое главное, она, она на конференции, она с Богом. она христианка. Да. И вот это самый главный и важный вопрос. Потому что, когда я думал до этого, когда мои сыновья, они будут жениться принципиально, что очень важно, это, наверное, ну, самый главный вопрос, чтобы все-таки человек был верующий, рожденный свыше. Это очень важно и принципиально. Да, то есть несколько факторов. Да. Да. И я был рад, то, что я приветствую ранние браки, я уверен в том, что я сам имел такой опыт, и я считаю, что та какая-то вот синдрома вот этой подготовки какой-то, когда люди говорят, ну, мне надо там закончить, накопить, приготовиться. конечно же, в этом есть смысл, но если ты встретил человека, все, что может в кавычках препятствовать, это может только усилить ваш брак. Вот. Поэтому, если ты с Богом, как написано, на то, что ты наступаешь, я даю тебе. Поэтому... А сколько было детям, когда они поженились? По 20 лет. Ну, 20, это все-таки не 18. Слава Богу, что хотя бы 20. То есть, он не закончил тогда институт, да, получается, учился где-то? А на кого он учился? Экономист. Это экономический факультет, он пошел по моим стопам, у меня тоже два высших образования, и это было тоже сверхъестественно, потому что... Это уже в церкви вы получили или до? Первое образование я до получил, вот это факультет управления, экономический, а второе, это я закончил духовную семинарию, это уже будучи в церкви, но это очень сверхъестественно, будучи вот понимая, что школу я вообще практически кое-как, и даже моя ученица, вот это классный руководитель на то время, не первая, а вот в восьмом классе, я поменял три школы, они не могли со мной справляться и пытались как-то переводить из школы, а избавиться, и вдруг я вижу в восьмом классе, это конец года, и моя классная руководительница идет там с шариками и с тортиком, я ее... Галина Васильевна Славьева, я очень ее хорошо помню, она любила меня, я любил ее, и я спросил, о, у вас сегодня праздник, да, Сергей, у нас сегодня праздник, мы больше с тобой никогда не увидимся, но она, конечно, пошутила, это вот в унисон того, что как вот я учился. Вы себя плохо вели на уроках, как бы почему так тяжело было с вами прикладывать? Я прогуливал, и я не воспринимал учителей никак, потому что вот этот дух отверженности, то есть как бы заниженная самооценка, то есть я всю свою жизнь доказывал друзьям, кому-то, что я герой этого времени, и просто люди не справлялись со мной, я много прогуливал, в шестом классе я подрался с учителем физики, и меня переводили, там ставили в разные комнаты, это, ну, отдельный разговор вообще. И после восьми классов, то есть как бы я попал в ПТУ, и вот здесь было озарение, и я уверен, это Бог. Я понял, что я, вся моя жизнь идет в Тар-Тарары, и я решил учиться, когда я попал в ПТУ, и я начал договариваться с учителями, чтобы они дополнительно стали со мной заниматься, и я закончил ПТУ с отличием. Вот, за несколько лет я догнал. Кем вы стали? Занимался репетиторами. Я после ПТУ никем не стал. Нет, а что это было за специальность? Радиомонтажник. Это завод, это, то есть, вот какие-то, но это, я знал, что это не моя жизнь, мне нужно было, я понимал, что мне нужен импульс, мне нужно идти дальше, мне нужно развиваться. И вот откуда я это взял среди своего окружения, это было сверхъестественно. И за несколько, вот, просто очень короткий, я поступил в институт сам, сдал экзамены, в институте я учился неплохо, то есть, как бы, и, вот, как-то так. И сложилось. Я хочу вас спросить, вот, о такой, как бы, щемящей теме. Ваша супруга ушла к Господу, и это больно, тем более, вот, с тем откровением, которое вы получили. Расскажите, пожалуйста, что это было, как вы проходили это, вот, как вы это пережили? Причем, наверное, это один из таких вот активных периодов моей жизни, где я учил об исцелении, говорил об исцелении. На тот момент было целое движение священников Господа, так вот, такое название. Мы ежегодно делали ассамблеи исцеления, на которые собирались десятки-десятки городов, стран. И я на тот момент был уверен, что это движение, это движение от Бога, для того, чтобы показать церкви о том, что Бог исцеляет. И чтобы вот церковь увидела, где она находится, на самом деле, в этом вопросе. Какие проблемы, и что делать с этим совсем. И мы в тот момент начали открывать комнаты исцеления в городе. И это было очень необычно. И такой практики я даже, ну, не знаю, среди евангельских... Это где-то 2016 год, да, получается? Да, где-то так вот. И в этот момент заболевает моя жена, но мы не знали. Мы не знали на тот момент, что происходит. Ей не могли очень долго поставить диагноз. Она стала себя хуже чувствовать, слабее, да? Она стала просто себя чувствовать плохо. У нее начались проблемы с пищеварением. Вот. Она стала плохо кушать. Вот. И она попала... Вот начались вот эти больницы, которые... которые не могли ничего поставить. Это была онкология, да? Это была онкология. Это была поджелудочная железа, как предположили. Но когда вот этот момент с поджелудочной железой был определен, был такой вот какой-то всплеск или пик, когда метастазы, они просто ворвались во все внутренние органы. Это и печень, это и легкие. Это... То есть, это было очень стремительно. И... Но до этого, вот этого состояния, когда был поставлен диагноз, она сказала о том, что я не буду принимать химию, я не буду лечиться. Я... Она была таким человеком веры, и дар веры, это был ее дар. Я много взял от нее, и брал пример, и она, ну, много вещей покрыла в моей жизни через вот эти дары, именно вот веры, силы. Вот. И она сказала... И... Причем для меня это было не очень адекватно в плане того, что я учил таким образом, что ты можешь принять такое решение только тогда, когда ты уверен, тогда, когда ты имеешь конкретные слова или голос от Бога, что никто не мешает тебе молиться и лечиться. И... Ну, вот. Потому что много людей попадает в эту западню с религиозной точки зрения. Просто... Экстрима такого, что ты будешь в осуждении, да, как-то? Нет. Просто вот люди знают, что Бог исцеляет, но знать и верить – это разные вещи. И я... Я, к сожалению... Ну, я помолился за тысячи людей, десятки тысяч. Причем это вот лично возложение рук. Ну, то есть это... И я видел такие вещи, когда молодые ребята, они уходили вот на волне вот этого бзика реального, религиозного, где они меня обличали, да, что... Вот, пастор, смотри, здесь же написано, мы исцелились ранами Иисуса Христа, и люди отказывались. Вот. Но я знал, я чувствовал, что это не голос, это... Это вот эти моменты религиозные, это, ну, мало знать, мало прочитать. С этим нужно столкнуться на другом уровне. И когда мне моя жена стала говорить эти вещи, для меня это было очень серьезно. И я ей сказал тогда, мы молились вместе, мы молились с детьми, и я сказал о том, что я принимаю твое решение, я буду с тобой до конца поддерживать это решение, что бы я ни видел, что бы ни происходило сейчас, и мы согласились, и мы стояли. И все прошло очень-очень быстро, то есть вот с момента решения, когда ей поставили диагноз, получается, да, вы согласились, что вы просто стоите в вере, что вы принимаете... да, это было месяца 4-5, вот так вот. И спустя 4-5 месяцев она ушла. Да. И что очень удивительно, что не было никаких препаратов. Она не была, она обезболивающим, она не была, вот как в состоянии овощи, она была в памяти, она была в сознании. Не было боли, да? Не было боли, и может быть, то есть несколько ночей, вот каких-то моментов, но это было очень-очень сверхъестественно, что она ушла очень спокойно. Я помню это утро, это было... Мы проснулись, и где-то полдевятого утра она мне сказала, Сергей, что-то плоховато мне. И через несколько минут она стала уходить. И я молился, это было несколько часов. В воскресенье. Она не ушла сразу, она вот вошла в состояние комы. И я стал молиться, и все эти несколько часов я молился на языках, и вдруг я понял, что сейчас я молюсь не за ее исцеление, а за свою жизнь. Бог очень сильно мне показал, и в этот момент она ушла. И вот так это было. Знаете, меня на самом деле всегда вообще вот интересовало, как проходить вот этот путь со своим близким. Например, я читала историю Доди Остин, ее свидетельство, у нее был рак печени, и ей сразу сказали, как раз тоже на поздней стадии оставалось буквально две с половиной недели ей жизни, что орган настолько богат кровью, вообще питательными веществами для раковых клеток, и невозможно их как бы оттуда удалить никаким образом, что это смертельно. Нет случаев его исцеления, и это была просто благодать какая-то. и долгий-долгий путь, туннель такой, сумрачный туннель борьбы. И я себе не представляла, думала, как вообще Джон, который был пастором церкви, большого, яркого, сильного служения, служения демонстрации силы Иисуса Христа, его царства, как ему проходить этот путь, когда твоя жена балансирует между жизнью и смертью. Вы можете поделиться, был ли у вас момент, когда вы приняли и осознали? Вот в моем случае я понимаю, что мы не согласились изначально с вариантами развития событий. Мы приняли для себя только один вариант, который постоянно в моей душе вступал в конфликт с тем, что я видела, с тем, что происходило, и я не знала, как правильно действовать. Приняли ли вы, для себя решение, что даже если она уйдет, услышали ли вы, что ваша супруга тоже, вот этот вариант тоже, скажем, приняла, но понятно, что любя близких, те, кто вот в долине страданий находится, они хотят, любя их, остаться здесь на земле. Как вы для себя вот эти решения приняли? У меня это было очень сверхъестественное, но у меня не было подобных переживаний. У меня не было внутреннего вот этого раздрайва или конфликта. И это было очень сверхъестественно и даже, может быть, неадекватно. Потому что я встречал много людей, которые переживали подобное. Это явление. Ну, мы теряем близких. Я знаю пасторов, я знаю служителей, которые проходили подобные вещи, которые теряли детей. И это в буквальном смысле некоторых не просто убивало физически, а это убивало морально и духовно. То есть люди разрушили. Меняли, меняли свою теологию, меняли свое богословие, отношения. Это были такие острые реакции. У меня этого не было. я только потерял близкого человека, который ушел на небо. И в моем отношении к тому, что я говорил до этого, не поменялось ни йоты. То есть у меня почему-то не было вопроса почему. И я не знаю, что с этим делать до сих пор. Я страдал как муж, как человек от того, от того, что ушла часть моей плоти. Самый близкий человек. И я страдал. Часть души. Часть души. И я страдал как муж, как человек. Но я не столкнулся с проблемой. Почему? Потому что, скорее всего, я понял это на годы ранее в своих откровениях, в своей теологии, что твой личный опыт не является чем-то то, что универсально. То, что мы не можем поставить во главу угла свой личный опыт, когда мы говорим о обетовании, о Писании, о Слове Божьем. то есть ты не можешь, ты можешь его использовать как свидетельство, может быть, как уроки, которые ты прошел или понял, но ты не можешь развить учение, ты не можешь это дать людям, как вот универсальная какая-то сравненность. Да, то есть есть Слово Божие, от которого мы вот и отталкиваемся. Я не ну, то есть я должен продолжать молиться за больных людей. и кто-то мне сейчас скажет или кто-то говорит, кто вот похоронил близкого человека, на это я скажу, слушай, это твой опыт, это личный твой опыт, это не связано с тем, что написано, во что мы верим, а если ты не знаешь каких-то специальных моментов, когда ты знаешь, что ты знаешь, почему это случилось, потому что люди то ищут, они погружаются в это, почему, они постятся, молятся и не слышат, а есть ситуации, когда человек он уверен, он знает, почему это произошло, ну, то есть это явно, здесь нет проблем, я не про эти вещи говорю, я говорю вот про этот религиозный поиск, я называю, где люди погружаются, но это никак не помогает, это никак не приближает к Богу, не приносит плода, хотела все равно еще раз уточнить, когда вы с супругой узнали диагноз, в общем-то я уверена, честно говоря, что ваше сердце знало, что ситуация очень серьезная, что тоже ситуация грозящая самыми сложными такими тяжелыми последствиями, скорее всего, вы уже примирились с тем, что она может уйти? Нет, я вообще так даже не думал, нет, я стоял на слове, и если приходили какие-то мысли, что вот она сейчас должна уйти или еще что-то, я гнал их, тем более дело в том, что за два года до этого я сам прошел подобную ситуацию, у меня был рак легких, и это было чудо, то есть меня исцелил Бог, и никто мне сегодня, ни один раковый больной или больной какой-то смертной болезнью не скажет, слушай, ну вот, я ухожу или я умираю, я был в твоей шкуре, и я все прошел, я прошел лично все круги ада, я видел, я был в этом, но Бог спас меня, Бог исцелил меня, и я продолжаю стоять на Слове. Как вот Бог вас спас, а ваша супруга не смогла принять исцеление? Ну, вы мне задаете тот же вопрос. Ну, вы на него не ищете ответ. А, этого ответа нет, его не существует, потому что мы что-то не понимаем, мы что-то не видим здесь на земле, то, что, к счастью, Бог не мыслит, как мыслит человек вообще. но это мое откровение. Да, вообще замечательно. Спасибо, что вы поделились, что тоже Бог вас провел через долину. Вы не использовали химиотерапию, когда вас обнаружили рак легких, а какая это была стадия? Я не знаю, какая это была стадия. Ну, это был зафиксированный медицинский диагноз, конечно, да. Мало того, что когда меня привезли на операцию, а когда меня везли на операцию, я врачу, этому доктору, этому еврею я говорил, ты меня сейчас откроешь, а там ничего нет. И он смеялся, потому что снимки, потому что анализы, и они ехали отнимать мне часть легкого, а я знал, что я знал, у меня было слово, я его получил. И когда они открыли, там ничего не было. И это был фурор в этой больнице. Вот так. То есть у вас в вашем пути с женой вы стояли на том, что исцеление принадлежит ей, и вы ожидали, что это может быть до последнего мгновения, непроявленным, но может проявиться в любой момент. Конечно. Вы ожидали чуда, и в момент, когда вы только что рассказывали, что она уходила, ваша молитва трансформировалась в молитву за нее, в молитву за вашу жизнь и призвание после нее, после ее ухода. Да, и я стал, я стал, я стал горевать очень сильно, я начал страдать как человек, как муж, я не спал ночи, я очень тосковал, и я даже на какой-то момент перестал спать, вот, и это состояние стало влиять на мое здоровье, и я прямо пришел к Богу и сказал, что мне нужно остановиться, мне нужно что-то сделать сейчас, вот, и Бог сказал, ты должен уехать, и там я скажу, что тебе делать, и была снова сверхъестественная встреча, я был в Азере, в Эстонии, где у меня была встреча с Богом, вот, и Бог мне показал будущую жену. Поздравляю, это здорово, слава Богу, вот, так что спасибо вам, что вы поделились такой непростой, сложной историей, что вы так ясно открыли сердце перед многими людьми, я не думала, что тоже наступает момент, знаете, вот, читаешь там о людях, и они такие, вот, наступает время и сезон, когда начинают покидать друзья, близкие, ну, вот, оно приходит, и мы делали несколько эфиров с людьми, с которыми я обсуждала вообще, как, как провожать близких, как горевать, знаете, интересно то, что, ну, наше, наверное, евангельское движение, ну, действительно, вот, в таком молодом еще состоянии, что мы не умеем этого делать, церкви обрастают некими ритуалами, и это помогает знать вообще, действительно, что делать в критических ситуациях, не заново придумывать, а есть уже механизмы, скажем, которые присутствуют в наших церквях, мы все еще открываем колесо, я разговаривала с Артуром Симоньяном, не думаю, что это секрет, он говорил, что тоже сталкивался просто с какой-то такой вопиющей практикой, когда людям запрещали плакать, например, или люди не считали себя свободными и возможным излить свое горе с близкими, с друзьями, это неправо, да, и вот в этих обстоятельствах, то есть в этих эфирах мы обсуждали эти вопросы, которые у меня были, возникают, и люди все равно еще спрашивают, как правильно горевать, как проходить вот это, я понимаю, что люди в силу разного посвящения Богу, в силу разного опыта, а где-то даже и культурного контекста, в котором они находятся, они по-разному переживают этот процесс, и есть сообщества очень эмоциональные, очень такие традиционные, мне кажется, которым прям нужно излить, излить горе и печаль, для меня в этом поддержку, скажем, все равно священное писание показывает, с одной стороны мы видим, что и в православии как-то унаследовало 40 дней оплакивания, скажем, такой период скорби, историю про Иосифа, мы читаем, что в Египте 70 дней был этот срок, интересно то, что мне близко, что в евангельской традиции люди, которые достойно прошли путь, и этот путь не стал внезапным обрывом, когда человек уходит в доброй, насыщенной старости, это очень часто было временем такой радости, это были светлые проводы, мне бы хотелось, чтобы, конечно, мы могли принимать этот мир, но очень больно все равно, мир Божий, я имею в виду в таких обстоятельствах, но, наверное, все равно очень больно, когда родители теряют детей, когда безвременно кто-то уходит раньше, и этот опыт мы все еще накапливаем, что бы вы сказали, как правильно горевать? Горевать с Богом это очень принципиально, не ища каких-то, не задавая никаких-то вопросов, а приходить к отцу, как к отцу, и я верю, что нужно проходить это с отцом, я не знаю, как вот здесь, что прибавить, что убавить, то есть я помню, я до сих пор вижу свою жену, я вижу ее во сне, я видел ее на небе, и когда вот случилось это, я не помню, чтобы даже когда была бессонница, я разговаривал с Богом, я получал этот мир, я получал это утешение, но я думаю, что я был способен делать так, из-за того, что я был в коннекте, я не порвал с ним на этот момент, я не стал предъявлять ничего Богу, и это не от меня, я не знаю, почему, но так Бог покрыл, дал такую способность, я с Богом это проходил, очень важно оставаться среди друзей, очень важно иметь вот это плечо, очень важно, чтобы были покрыты технические какие-то вопросы, то есть, как бы, я вообще не столкнулся с этим, то есть, рядом всегда были люди, и дело в том, что когда у нас так в семье было, я не говорю, что это правильно, но когда ушла жена, я не знал, как включается стиральная машина, я помню, искал полдня утюг, и я не говорю, что это хорошо, но это факт, и получается, что многие оказываются, потому что в подобной ситуации, но были друзья, и важно, и даже это не вопрос даже о каких-то дружеских отношениях, а всегда должен быть человек, и мы должны действительно быть научены, что есть люди, которые в этот момент способны поддержать просто быть рядом, это принципиально, ну, быть рядом. А если вот, как бы, таких людей, ну, человек не знает, например, это горе, это беда. Я могу только вынести как часть действительно советы. Вообще, действительно, я рада и благодарна Богу за церковь, за то, что это сообщество людей, которые разделяют те же ценности, которые исповедуешь ты, тот, который ищет Бога, и это действительно благодать и правильная, праведная молитва за сообщество, за друзей, за единомышленников, приобретать друзей. Я молюсь всегда о своих детях, чтобы Бог посылал им в жизнь таких людей. И вот одно из пожеланий не только к моменту горя, но на все случаи жизни действительно опираться на Бога и просить от Него вот тех людей, которые будут с вами, которым вы будете тем человеком, который поддержит их, но чтобы эти люди были в вашей жизни. И, наверное, действительно, это самая-самая большая сила и поддержка. Я на самом деле не помню вот таких фактов. Если мы находимся в церкви и приходит какая-то трагедия, церковь включена. Это молитва, это поддержка, это даже если финансовая поддержка. Я не знаю других случаев, когда вся буквально, если это маленькая церковь, но если большая, есть десятки людей, которые начинают молиться, просто молиться за этих людей, за эту ситуацию, и это настолько естественно. это работа организма, это работа живого тела, это просто по-другому не бывает. Да, я думаю, что это важный момент, когда мы говорим о церкви, об исцелении, о болезнях. О состоянии сезонья российской церкви. Да, я верю, что пробуждение в России это мое откровение, и я слышал об этом не раз от разных служителей, разных пасторов, которые говорят то же самое, и мне нравится это пророчество Самрала, по-моему, 92-й год, когда он был в Москве, он пророчествовал о пробуждении в России, и я верю то, что пробуждение в России, оно начинается именно с церкви, что это принципиально важный момент, что церковь является тем институтом, который является голосом, примером для этого мира, и этот опыт деяний, который описан в Библии, как Самрал говорил, еще мы сегодня не имеем, и то, что церковь сегодня должна подойти к этому, но с другой стороны, имея подобные пророчества и видя то, что происходит, те трагедии, те болезни, это большой вызов, и это не связано, как мы уже раньше говорили, с какими-то конкретными дарами или личностями, а это связано с самой церкви, с этим вызовом, то, что сегодня церковь, она вся, как организм, вместе, она становится, поднимается на другой уровень, и вот этот вопрос вместе, я вспоминаю сейчас вот этот момент, когда Голиаф, и выстроились вот эти все полки Израиля, полки тысячи людей, и он там выдал свою вот эту стратегию дьявольскую, Голиаф, он говорит, то, что вы все вышли, я так не воюю, я воюю один на один, а стоило вот этому строю божьих людей шагнуть один раз, и был бы конец, но они были все парализованы вот этим личным животным страхом, вот этим раздраевом, потому что это стратегия дьявола, поэтому 1 Коринф 3 глава апостол Павел говорит, если бы вы знали, что вы вместе храм Божий, и вот это очень глубокая истина, и когда мы говорим о сверхъестественном, об исцелении, о каких-то трагедиях, нам нужна какая-то культура, культура, где мы вместе имеем какое-то понимание, какое-то согласие, то есть мы действуем как организм, я сегодня приезжаю в какую-то церковь и так часто бывает собираешь команду по служению исцеления, если такая есть, я задаю им вопрос, как вы двигаетесь, как вы вот этот вопрос, этот, они через 5 минут уже начинают спорить друг с другом, один Павлов, другой Аполосов, в вопросах исцеления, вот пастор говорит так, а вот ты делаешь вот так и это повсюду, но если мы имеем это повсюду, мы имеем раздрайв, мы не имеем энергии, силы, сегодня спрашивают некоторые, почему вот эта сестра или этот брат болеет или умирает, это я должен вас спросить, почему у вас это происходит, это вопрос культуры, я был однажды в одной церкви, почему это вот снова и снова американские церкви, потому что мы должны войти в это потому что да, у них накопленный поток культуры я приезжаю в одну церковь и мы разговариваем с пастором и это было воскресное утро до богослужения вдруг я вижу десятки детей по 7-8-10 лет и они входят в зал и раскладывают бумажечки вот такие на кресло я его спрашиваю что это они делают а это они собираются молятся получают пророческое слово и сейчас придет конкретный человек и это будет для него слово и я так слушай думаю ну да да слушай интересно вообще так знаешь как сара внутри да да вот и смотри служение начинается и что я вижу я вижу эти бумажечки я вижу взрослых дяди и теть которые подходят берут и кто-то плачет кто-то встает на колени кто-то прославляет бога потому что там конкретное слово я спрашиваю как это это дети как вы он говорит я 15 лет потратил для того чтобы мы вошли в это это культура это все тело мы пророческое мы исцеляющие мы евангельская церковь и это вызов дары сегодня даны не для того чтобы только исцелять а привести всю церковь в состояние в зависимости какой дар может быть это семья может быть это финансы и мы связаны этими вызовами сегодня мы должны привести тело вот в это состояние вместе это огромный вызов огромный вызов и я чувствую такое вдохновение призвание быть в такой команде быть таким человеком чтобы вся церковь чтобы мы все вместе это это чудесно спасибо это важное важное слово которое невозможно пропустить и кстати за кадром мы разговаривали разговаривали тоже о природе исцеления где вы использовали тот самый образ не просто как форму а буквальный образ человеческого тела в том что когда что-то происходит с каким-либо внутренним органом другие начинают не просто работают в своем режиме они начинают компенсировать часть работы этого органа входит в пиковое состояние чтобы покрыть организм так устроен взаимосвязан взаимодействует и взаимозащищает и происходит некая регенерация больного места происходит заживление в теле должно происходить то же самое человек не один поэтому он глава мы тела есть большая сила во взаимоотношениях знаете я была очень-очень впечатлена я действительно наверное как бы пожиная плоды вот этого западного протестантизма рационализма много думала о личном пути перед Богом о личной ответственности перед Богом но вот христианские психологи говоря о том как людям идти на пути трансформации на пути перемен которые страшат нашу душу это очень страшно выйти из привычных пусть деструктивных образов поведения привычек поведения войти в неизвестное в неизвестное поведение пусть оно правильное но ты думаешь а вдруг я не смогу а вдруг мне будет больно мне уже больно вот выходить из того что привычно и эти психологи сказали силу ты можешь получить вот нас учат от Бога только от Бога но ты можешь получить эту силу в конструктивных взаимоотношениях что люди помогают тебе в этом пути вот это прямо очень а это и есть это и есть взаимоотношения это и есть а дело в том что мы имеем настолько близкие отношения с Богом насколько способны иметь эту коммуникацию друг с другом и тело или брак он создан именно на этом основании построить эти отношения быть способными строить эти отношения тогда мы способны ясно слышать его голос это параллельно это правильные вещи и на этом стоит церковь на этом взаимодействии на глубоком почтении друг друга не просто как людей а как божьих даров призвания и вот это соединение открывает нам на его славу мне нравится как в Библии написано что когда они построили скинию или храм когда все было приготовлено а это образы нас сегодня в церкви те предметы которые были разложены помазаны самим Богом тогда когда все было приготовлено они не могли стоять в его присутствии священники падали в его славе вот это прообраз нас сегодня когда мы занимаем пред Богом и друг пред другом свою часть и каждый из нас он имеет эту часть ей гряди Господи пусть пусть просто эта слава пронизывает сердца и души людей чтобы мы в истине увидели себя не просто по именам какие знают нас люди но по тому имени которое дает нам Бог по тому дару призванию по той по той милости которую ты проявил к нам Бог и чтобы нам видеть такие же дары удивительные сосуды удивительные подарки для нас в других людях и пусть эти связи будут связями духовной удивительной и благословенной и дружеской любви во имя Иисуса Христа соединяющей нас в одно тело мистическое тело Христа спасибо 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 спасибо